С утра пораньше бегом на избирательный участок. Для Михаила Белозуба это традиция. Житель Одинцова не пропустил еще ни одного голосования сам и другим советует активно принимать участие. Я считаю, что это обязательно надо делать и выразить свое какое-то мнение. То есть либо за, либо против. Там уже сам каждый решает. Но все-таки надо что-то делать для того, чтобы что-то менялось. Если вот сидеть дома на диване и критиковать все, и при этом ничего не делать, то ничего не изменится. И хоть голосование по поправкам в Конституцию России началось 25 июня, многие решили не отказываться от привычки и пришли на участки в основной день. 1 июля явка была высокой. Оперный певец Александр Ворошила проголосовал в Барвихе. Я хочу, чтобы мое мнение, мой голос учитывался в жизни страны. Что касается конкретно сегодняшнего дня и поправок, то у меня больше всего, естественно, касающиеся вопросов культуры и здравоохранения. Все важно очень. Обрабатываем ротико, берем ротико и проходим на перчатки. Андрей Иванов проголосовал на участке 1960 в Одинцовском доме офицеров. Накануне глава муниципалитета проверил работу участковых избирательных комиссий и лично убедился, меры безопасности беспрецедентные. А значит, ничто не может помешать жителям округа сделать свой выбор. Каждый человек, которому не безразлично будущее нашей страны, не безразлично будущее наших детей, внуков, конечно, не может остаться в стороне от такого исторического и очень важного события для нашего государства. Повышенное внимание к мерам безопасности было и в день голосования, но уже со стороны членов Одинцовской территориальной избирательной комиссии и общественной палаты. Вот так, открылись. В штатном режиме, все будет отлично. Сколько сегодня проголосовало на данный момент? 20-30. Сколько? Сегодня? Да, сегодня. Отлично, люди идут, просыпаются. Вау, очень рады просыпаются. Участки в Лесногородской школе, как и во всем муниципалитете, образцово-показательные замечаний нет. К слову, это голосование в целом обошлось без нарушений. Явка избирателей в Одинцовском округе составила более 75%. Из них за поправки в Конституцию высказались свыше 77%. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.